МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пьянству бой! Зареченские власти выступят с законодательной инициативой в региональный парламент об ограничении деятельности алкомаркетов. Мы хотели бы видеть ограничение продажи и расположения, вернее, расположение точек продажи алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах, а во-вторых, ограничение продажи алкоголя по времени. В мире животных в жилую зону Заречного все чаще стали выходить лоси. Мы не пытаемся к нему подойти, погладить его, покормить его с руки, да, и уж тем более сфотографироваться, потому что вспышка фотоаппарата, телефона и других приборов может его испугать. Королева красоты. Зареченская восьмиклассница Лия Яхина одержала победу во всероссийском конкурсе «Юная топ-модель России-2021». Харизма, конечно. Будь ты высокая, красивая, не знаю, там, по параметрам подходишь везде, но главное, как ты проявляешь себя, как ты себя подаешь. И теперь об этих и других новостях подробнее. Депутаты собрания представителей Заречного выступили с инициативой о принятии регионального закона по регулированию деятельности алкомаркетов. В частности, предлагается запретить работу магазинов, торгующих спиртным, которые находятся в жилых домах, а также ограничить время продажи алкоголя. В настоящее время в городской администрации готовится пакет документов для передачи в законодательное собрание области. О проблеме алкомаркетов и предлагаемых способах ее решения рассказывает наш корреспондент Наталья Елистратова. В шаговой доступности. За последние три года в Заречном больше, чем в два раза, увеличилось количество магазинов, торгующих спиртными напитками. Жителям многоэтажек больше не нужно далеко ходить, чтобы приобрести алкоголь. Прилавки алкомаркетов радуют любителей горячительного своим ассортиментом. На витринах бутылки с продуктом на любой вкус и достаток. В городе Заречном шляет деятельность 23 алкомаркета. Это специализированные магазины, которые торгуют алкогольной продукцией и пивом, в том числе в разлив. В 2021 году открылась одна новая точка подобного магазина. Но вообще, если смотреть динамику открытия подобных магазинов, то за последние три года, 19, 20 и 21 год, таких магазинов открылся 14. Специализированные спиртные магазины в городах растут как грибы. И это проблема не только Заречного или Пензенской области, а общероссийская тенденция. Как пишет коммерсант, крупные российские города наполнились алкомаркетами. В некоторых случаях годовые темпы роста их открытий доходят почти до 70%. Лидером по приросту специализированных мест по продаже алкоголя стал Волгоград. За год здесь стало на 69% больше алкомаркетов и на 26% выросло число пивных. Внушительную динамику показала Уфа, где те же показатели за год увеличились на 39% и 17% соответственно. Коммерсант отмечает, что ритейлеры, стремящиеся в спальные районы, уже меняют их облик. Число специализированных мест по продаже алкоголя может в разы превышать количество продовольственных магазинов. Самый яркий пример роста алкомаркетов – Челябинск. Их число здесь за год выросло на 35%. Вместе с увеличивающейся на 34% сетью пивных, количество специализированных мест по продаже алкоголя на 11% превышает число существующих продуктовых магазинов и супермаркетов. Повлиять на развитие алкогольно-розничной сети можно только на уровне регионального и федерального законодательств. Муниципальная же власть не вправе запретить или ограничить работу таких торговых точек. В большинстве своем эти магазины заходят в помещения те или иные на основании договоров аренды, которые они заключают с собственниками этих помещений. И повлиять как-то на правоотношения, возникающие между собственниками этих объектов и арендаторами, местная администрация не может. Единственное ограничение, которое есть в законодательстве, это ограничение по удаленности объектов, реализующих алкогольную продукцию, от, ну скажем так, социальных объектов. Это школы, детские сады, медицинские организации здравоохранения, спорта, культуры. В Пензенской области на региональном уровне минимальное допустимое расстояние от алкомаркета до соцобъекта 50 метров. Причем замеряется оно по пешеходной траектории. А вот размещение магазина горячительных напитков в жилом доме законом не возбраняется. Но жить бок о бок с такими торговыми точками большинству зареченцев не нравится. Не слишком ли много алкогольных магазинов в Заречном? А что здесь? Это водку продают, да? Ну, как считаете, много их вообще наоткрывали или нормально? Много. Даже слишком много. Много, да. А почему так считаете? Потому что накажут в каждом дворе. Ну, конечно, много. Не, ну, не этим... Не этим все определяется. Определяется спросом. А, к сожалению, у нас мужчины большей части свои пьют. Это страшная наша беда всей России. Много. Я согласна. Очень много. Все правильно. Особенно в жилых домах я вот, в общем-то, поддерживаю, по-моему, депутаты наши, да. Убрать хотят в жилых домах. Все правильно. Для нашего города очень много. 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 Ну, а почему вы так решили? Ну, везде, откуда ни глянь. Нужно сокращать? Скорее всего, да. А как это можно сделать? Ну, это пусть решают большие люди. И что же получается? Жители негодуют, а у власти нет полномочий, чтобы повлиять на ситуацию. Выход из сложившегося положения пытаются найти депутаты собрания представителей Заречного. Фракция местного отделения политической партии «Единая Россия» предложила обратиться в региональный парламент с законодательной инициативой. Эта инициатива связана с регулированием рынка продажи алкогольной продукции в городе, так называемых алкомаркетов и точек продаж пива. К сожалению, наши полномочия, они позволяют нам здесь принимать какие-либо регулирующие меры. Это в основном компетенции региональной власти. Эта инициатива содержит предполагаемое, как мы хотели бы видеть, ограничение продажи и расположения, вернее, расположение точек продажи алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах. А во-вторых, ограничение продажи алкоголя по времени. Хотя бы, вот мы сейчас просим о том, чтобы это было ограничено до 22 часов. Предварительное обсуждение этого вопроса на заседании фракции вылилось в проект решения собрания представителей Заречного. Инициативу депутатов-единоросов поддержали народные избранники на очередной сессии. В настоящее время готовится пакет документов для передачи в областной ЗАГСОБР. И если региональный парламент одобрит инициативу зареченцев, то муниципальная власть может получить полномочия регулировать деятельность алкомаркетов. И о ситуации с коронавирусом. В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19. За сутки скончались 1178 человек. За все время жертвами заболевания стало почти 241 тысячи россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 39 с лишним тысяч, достигнув почти 8 миллионов 600 тысяч инфицированных за все время. Выписаны по выздоровлению за последние сутки на 8 с лишним тысяч пациентов меньше, чем заболели. Всего же вылечились более 7 миллионов 400 тысяч человек. В Пензенской области за минувшие сутки подтверждено 377 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель за все время. Общее число заболевших с начала пандемии приблизилось к 81 тысяче. Выздоровели немногим более 59 тысяч человек. Число летальных случаев увеличилось на 25. За все время заболевание унесло жизни 3571 жителей региона. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Заречном мы подробно поговорим с начальником медико-санитарной части номер 59 Андреем Капустиным. Не пропустите нашу постоянную рубрику «Актуальное интервью». А пока к другим новостям. На улице Заречного вновь вышли лоси. Эта ситуация возникает каждую весну и осень и не является чем-то из ряда вон выходящим для нашего города. Мирное сосуществование диких животных и людей вполне возможно. Необходимо всего лишь цивилизованное отношение к братьям нашим меньшим. Ну если вообще этот термин применим к 600-килограммовым сахатам. Наш корреспондент Ксения Тризна выяснила у горожан и специалистов, как жить в мире и дружбе с коренными обитателями Заречного. Лоси, отдыхающие неподалеку от обычной многоэтажки. Сюжет довольно привычный для Заречного. С наступлением осени сахаты снова вышли в город. Пожалуй, в Заречном нет тех, кто ни разу не видел бы этих животных. Свои лосиные истории есть у каждого горожанина. Я живу тут, они у нас сейчас тут гости. Да? Да, лосика и лосенок. А вот что делать, раз вы уходите из дома, а у вас во дворе лосих с лосенком? Как себя? Знаете, я спокойно к этому отношусь. Вот здесь вот иду, а не заметил что-то в своих мыслях. Он поднимает голову, я обошла, ничего. Мне кажется, спокойно пройти ничего не будет. Для жителей других городов удивительная картина, для зареченцев – обыденность. Лось отдыхает в сквере, мимо идут по своим делам люди. Мамы показывают сахатово своим детям, оставаясь при этом на почтительном расстоянии. Это обязательное правило, которому зареченцев начинают учить уже с детского сада. К лосям нельзя близко подходить, пытаться погладить или покормить. А уж тем более кричать, бросать в них палки или камни, или пытаться самостоятельно прогнать лесных гигантов. Все же эти красавцы – дикие животные, несмотря на свой милый внешний вид. Обычно они не агрессивны и не нападают первыми. Но и человеку нужно вести себя так, чтобы не спровоцировать негативную реакцию со стороны Сахатова. Лучше обойти его где-то вот там. Вот это мое мнение. Потому что животное непредсказуемое, и как оно будет себя вести, в какой ситуации – неизвестно. Перехожу на другую сторону. А что я могу сделать? Встречаться с ним я не хочу. Тихо, спокойно, отойти, что вы на все. Больше не надо к ним подходить. Не надо совершенно. Они тоже боятся. В этом с зареченцами солидарны и городские экологи. Они напоминают – главное при встрече с лосем – сохранять спокойствие и не делать резких движений. Мы не пытаемся к нему подойти, погладить его, покормить его с руки. И уж тем более сфотографироваться, потому что вспышка фотоаппарата, телефона или других приборов может его испугать. Ни в коем случае не смотрим лосю в глаза, потому что они воспринимают это как за угрозу. Еще осторожнее нужно быть, если вы встретили лосиху с лосенком. Самка всегда готова защищать своего детеныша, поэтому и на внешние раздражители будет реагировать острее. Как свидетельствует история нашего города и опыт многих других населенных пунктов в нашей стране и за рубежом, мирное сосуществование людей и животных вполне возможно. Важно соблюдать элементарные правила безопасности и культуры совместного проживания. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Телерадио, компания «Заречный». Зареченский полицейский претендует на звание лучшего стража порядка страны. Капитан полиции Дмитрий Потанин принимает участие во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2021». В органах внутренних дел он служит с 2013 года. За время своей работы участковый полномоченный Дмитрий Потанин рассмотрел более 400 жалоб и обращений горожан, помог раскрыть 11 преступлений. Дважды Дмитрий Потанин уже становился финалистом областного конкурса. В предыдущий раз его выбрали Народным участковым Пензенской области в 2017 году. Голосование за лучшего участкового полномоченного полиции 2021 года уже стартовало. Оно проходит на сайте газеты «Комсомольская правда». Горожане, как и все жители Сурского края, могут отдать свои предпочтения зареченскому участковому Дмитрию Потанину до 10 ноября. Победитель будет определяться по индексу доверия, который подсчитывается, исходя из соотношения количества проголосовавших за конкретного участника и общего числа граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации. Зареченская восьмиклассница завоевала корону королевы красоты всероссийского конкурса «Юная топ-модель России-2021». В финал, проходивший в Москве, вышли 48 девочек, прошедших кастинги в своих регионах. Но лучшей, по мнению жюри уникального конкурса, стала 14-летняя ученица 226-й школы Заречного Лии Яхина. Зареченке Лии Яхиной на конкурсе «Юная топ-модель России» выпала открывать дефиле. Сначала девушка заволновалась и даже немного испугалась. Но потом, не знаю, такая искра, я такая, это же даже хорошо, это замечательно. Вот, и как раз я смогу там показать первое, ведь первое – это самая запоминающая цифра. Лии 14 лет. В модельном бизнесе девушка уже 4 года. «Юная топ-модель России-2021» – второй конкурс, в котором она приняла участие. Побороться за корону победительницы приехали девушки со всей страны. По условиям состязания им нужно было выйти на подиум трижды, продефилировать в вечернем наряде, в голубом платье и создать образ в стиле 30-х годов прошлого века. Я некоторые предметы делала сама, например, повязку перона 30-е года, платье. Честно, я так чуть встревожена была, потому что, ну, все-таки как-то все с визажистами, а я тут так вот. Перед участницами стояла задача в каждом выходе показать разные эмоции. Дефилируя по подиуму в голубом платье, Лии решила создать романтичный и мечтательный образ. Там нужна была нежность и легкость. Это, на самом деле, очень трудно показывать, вот, но главное, чтобы была улыбка, а взгляд был загадочный. Вот, чтобы, когда посмотреть в глаза, и там плавали жюри, вот так вот, просто. Ну, легкость нужна была, нежность, мило, чтобы было все. Выходя на подиум в наряде в стиле 30-х годов, Лия делала ставку на элегантность и кокетство. В вечерний образ добавила некую хитринку. Именно в умении перевоплощаться и состоит искусство модели, считает девушка. И, не задумываясь, отвечает на вопрос, что важнее, внешность или внутреннее содержание, харизма. Харизм, конечно. Будь ты высокая, красивая, не знаю, там, по параметрам подходишь везде, но главное, как ты проявляешь себя, как ты себя подаешь. Зареченка смогла проявить себя и завоевала корону победительницы конкурса «Юная топ-модель России». Девушка планирует и дальше строить карьеру в модельном бизнесе и уже успела получить несколько приглашений на новые конкурсы. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Зареченских школьников приглашают провести увлекательные и полезные зимние каникулы в Мурманской области. Для юных жителей четырех атомных городов Заречного, Глазово, Лесновый и Полярных Зорь организуется детская новогодняя программа «Шаг в будущее. Действуй». Она подготовлена и реализуется в рамках коммуникативного пространства «Лига прогресса», созданного Департаментом по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» при поддержке проекта «Школа Росатома». Программа в форме очной смены детского лагеря «Кэмпо» будет проводиться с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Полярных Зорях. Участие в программе бесплатное, но чтобы попасть в уникальный лагерь, нужно выполнить творческие задания и пройти конкурсный отбор. Срок отправки работ до 11 ноября 2021 года. Оставить заявку и получить конкурсное задание можно на сайте ligaprogressa.ru Прервемся на короткую рекламу, а затем смотрите интервью с начальником медико-санитарной части номер 59 Андреем Капустиным о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Заречном. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Медицинский центр «Губернский доктор» предлагает своим пациентам диагностику всех органов и систем организма на УЗИ-аппарате премиум-класса с функцией эластографии. Точный диагноз. Быстрый результат. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60 88 99. Смотрите каждую пятницу в программе «Доброе утро Заречный» рубрику «Турист». В программе вы узнаете о маленьких хитростях, которые могут пригодиться начинающим и опытным туристам. Как правильно собраться в поход, что взять с собой, как выбрать маршрут и что делать в экстремальных ситуациях. Изготовлен прототип ядерного топлива для первой в мире АЭС малой мощности. Миллионный кубометр горной массы выдан на гора на роднике в Краснокаменске. Сборная «Росатома» приняла участие в чемпионате WorldSkills High Tech. Смотрите в среду в 20.00. Новости «Заречного» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник медико-санитарной части номер 59 Андрей Капустин. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Николаевич, как складывается ситуация у нас в «Заречном» по заболеваемости COVID-19? Поскольку уже все специалисты говорят, главный специалист, инфекционист Минздрава заявлял об этом, и другие врачи о том, что пандемия шагает прям семимильными шагами. Что у нас в «Заречном» на данный момент? Ну, к сожалению, у нас в «Заречном» ситуация также пока разворачивается как бы в отрицательную сторону. Количество пациентов, страдающих COVID-19, заболевших COVID-19 увеличивается. Медленно, но, к сожалению, верно. На сегодняшний день у нас на амбулаторном лечении находится 1100 человек взрослого населения, 190 детишек. Стационар также у нас продолжает наполняться. На сегодняшний день у нас на утро находится на лечении 164 человека. Я просто сравню во вторую волну, когда мы перепрофилировали перинатальный центр под COVID-19, у нас максимальное количество пациентов доходило до 140. На сегодняшний день, как я уже сказал, 164 человека. При том, что мы активно стараемся пациентов и выписывать, не задерживать, так скажем. То есть по мере того, как состояние здоровья стабилизируется, пациентов мы выписываем много. Ну и много поступает. То есть, если я цифру назову, ежедневно порядка 15 человек. Вот во вторую волну, опять же, которая была, так скажем, более активной, у нас поступало 5-6-10 максимум в день. На сегодняшний день 15 человек – это реальность. И, к сожалению, количество умерших тоже увеличилось. Если раньше у нас было один, максимум два человека в неделю умирало, и это были люди в основном престарелого возраста за 70, за 80 лет, то вот я могу сказать, что последние недели у нас регулярно умирает как минимум 4 человека в неделю. И это не только лица уже престарелого возраста. К сожалению, у нас есть и 51, и 53 года. Относительно еще молодые люди трудоспособного возраста. Как я уже говорил об этом, о том, что, к сожалению, помолодел контингент. Помолодел и потяжелел. Вот о тяжести заболевания. Сколько сейчас в стационаре находится тяжелых пациентов, пациентов на ИВЛ? Я могу сказать, что на ИВЛ у нас находится на сегодняшний день 6 человек. Но, если честно, то весь первый этаж, он практически одна большая реанимация. Потому что все пациенты тяжелые, требуют большого внимания стороны персонала. И все находятся на кислородной поддержке. Андрей Николаевич, вы сказали, что 164 из 190 пока развернутых коек заняты. То есть осталось 26, собственно говоря, мест. 14%, там 13,5% свободных мест. Если ситуация будет по-прежнему развиваться в негативном ключе, что дальше? Дополнительно мы можем еще 20 коек на базе перинатального центра развернуть. То есть мы уже подготовительную работу проводим. Также проводим работу по укомплектованию этих коек кислородом. Кроме того, на той неделе мы приобрели 13 аппаратов кислородных концентраторов, которые сами вырабатывают кислород из воздуха для того, чтобы дооснастить места, не оснащенные кислородом, куда кислородопровод у нас не дошел. И 4 аппарата мы позаимствовали в отделении палиативной помощи, поскольку там они сейчас нужны. Ну, насколько я понимаю, как мы с вами говорили в прошлый раз, что нагрузка на систему здравоохранения, вот это вот такое выражение устоявшееся, она увеличилась. Но если говорить о конкретных вещах, что же такое увеличение нагрузки на систему здравоохранения? Это означает что? Это означает то, что у нас не ведется прием пациентов? Это означает то, что у нас будут возможно закрываться поликлиника и что-то еще? Врачей-то, я понимаю, у нас количество врачей не увеличилось? Ну, действительно, нагрузка на персонал просто в разы возросла, потому что, представьте, 1100 человек, одномоментно на сегодняшний день болеющих, взрослых, да, я возьму для примера только, допустим, взрослую поликлинику. Но это не просто люди, которые находятся на больничном листе, которые приходили на прием. Нет, это люди, которые вызывают врача на дом. Кроме того, необходимо повторное посещение, курация этих пациентов, периодический обзвон, поскольку каждый день мы не можем приходить, но, тем не менее, состояние здоровья человека день и дня меняется, не всегда в лучшую сторону. То есть мы должны этот процесс тоже контролировать. Кроме того, принести лекарства бесплатно, дополнительно тоже, да, мы не можем сразу принести, потому что в данной ситуации у нас закон регламентирует, что лекарство обеспечивается только в том случае, если ПЦР положительный. Поэтому, соответственно, сначала врач накануне пришел, посмотрел, взяли мазок, и только потом, если мазок положительный, еще дополнительно приходится, то есть раздавать лекарства приходит. Это тоже нагрузка определенная. Это нагрузка на стационар, потому что, да, у нас всего-то коечный фонд, фактически 300 коек, круглосуточный стационар. И на сегодняшний день из них, из этих, да, точнее, не из них, а дополнительно развернуты практически тем, ну, 190 минус, там, 24, да, ну, дополнительно порядка 170 коек. Это огромная тоже нагрузка. И понятно, что персоналам, да, тоже невозможно укомплектовать одномоментно, откуда-то сразу из воздуха взять специалистов. Поэтому в красной зоне, в стационаре работают и узкие специалисты. Это и неврологи, и кардиологи приходят, и даже гинекологи. То есть у нас перинатальный центр, он обслуживается в основном тем же штатом, который обслуживал отделение родоспоможения. Но, тем не менее, вот на ваш вопрос я закончил ответ. Плановую помощь мы не прекращали. Все узкие специалисты поликлиники как принимали, так и принимают по графику и по записи действительно. И вот эти вот выходные дни, которые были объявлены дополнительно, мы свою работу не прекращали. Мы работаем в обычном режиме. Кроме того, могу сказать, что касается вакцинации, мы ее делаем вообще без праздников и без выходных. То есть в этом плане для нас ни выходных, ни праздников нет. Работаем в две смены, работаем активно. В субботу мы получили дополнительно у нас спутник «Лайт» и спутник «Ви». И, соответственно, пришлось даже развернуть. Пять кабинетов у нас в воскресенье работало на вакцинацию в две смены. Поэтому мы прививаем всех желающих в любое время. Вот о вакцинации. Если говорить о том, как же, собственно говоря, проходит у нас вакцинация, выявлялись ли какие-то побочные эффекты после вакцинации и каково, собственно говоря, состояние людей, ни для кого не секрет, что и провакцинированные люди заболевают коронавирусной инфекцией. К сожалению, да. Есть ли вот какая-то, проводили ли вы исследования, какие-то мониторинг того, кто же попадает, собственно говоря, насколько много людей провакцинированных заболевают коронавирусной инфекцией? Есть ли такие в стационаре? И есть ли провакцинированные люди в тяжелом состоянии или погибшие от коронавирусной инфекции, но имея вакцинацию? К сожалению, да, и вакцинированные люди заболевают, но в основном массе болеют все-таки в легкой форме. В легкой форме часто даже иногда и к нам за помощью не обращаются, за активную помощь. И в большинстве случаев, даже когда мы делаем КТ, то мы видим, что легкие чистые, не поражены. Хотя есть какая-то клиника минимальная, даже там потеря обоняния у кого-то, повышение температуры, ломота, то есть признаки ПЦР, положительный тест. На дело МКТ, на КТ легкие чистые. К сожалению, да, определенный процент переносит и в тяжелой форме. И да, у нас был, к сожалению, один умерший пожилой человек, ему было, по-моему, 81 год. Да, вы говорили об этом. Да, я говорил уже про это. Но если в данной ситуации человек погибает, опять же, не в чистом виде от ковида, это же не молодой здоровый без сопутствующих заболеваний, это пожилой человек, у которого были тяжелые сопутствующие заболевания, и организм просто, к сожалению, вот такой вот общей нагрузки не выдержал. Поэтому я думаю, что прививка здесь абсолютно ни при чем. И хочу сказать по нашим данным, вот по нашему учету, который мы ведем, заболевших привитых всего 2% среди заболевших. То есть все-таки, мне кажется, цифры сами себя говорят. Андрей Николаевич, сегодня прошла Ваша встреча с группой так называемых антипрививочников, антиваксеров. Вот какие аргументы они со своей стороны выдвигают против вакцинации? Ну, основной аргумент, основной то, что это просто недоверие к вакцине. Недоверие к вакцине, то, что оно еще мало изучено, непонятно, какие это будут отдаленные последствия. Многих волнует демографическая проблема, то, что дети потом могут не родиться после вакцинации. Кто-то говорит о мутациях, то есть, ну, вот это наиболее частые, так скажем, такие... Но, насколько я понимаю, каких-то фактических данных они же не привозят. Это так вот... Ссылается, к сожалению, ссылается, потому что и в интернете, и на ютубе, то есть в соцсетях есть ролики, в которых какой-то некий профессор, никому, к сожалению, не известный в медицинских кругах, но, тем не менее, себя он позиционирует, как какой-то там профессор, да, или медик, врач, и рассказывает об ужасах прививки. Ну, я думаю, что нужно слушать все-таки в первую очередь именно действительно первых лиц, как медицины, да, тех людей, которые авторитетны. Мне понравилось как-то в одной передаче вот эту проблему обсуждалось два дня назад на Первом канале, тоже посвящен вот этой проблеме при прививке, то есть тоже по поводу антиковидной кампании, в смысле антивакцинальной кампании и так далее. И один умный человек там сказал такую фразу, что вот те, которые, где воюют с ковидом, те, кто призывает не вакцинироваться, вот те профессора. Мы знаем тех людей, которые находятся в красной зоне, которые делают научное открытие, которые изобрели вакцину, которые на себе ее испытали. Да, вот эти люди, они имеют право говорить. А где те люди, которые близко не подходили ни к этим больным, ни к красной зоне? Какое право они вообще имеют про это говорить? Вот я очень согласен на 100% с этими словами. И в завершение, Андрей Николаевич, ну, я думаю, здесь вот цифры, факты, приведенные вами, вот во время нашего короткого даже диалога, они говорят сами за себя. То есть, да, никто не гарантировал, изначально никто не гарантировал 100% защиты от заболевания после вакцинации. Изначально никто не гарантировал, что не будет там повторных каких-то заболеваний. Да, это было изначально известно. Но, по-моему, вот то, что вы сказали, говорит само за себя. Вот эти вот 2% заболевших привитых, и, насколько я понимаю, тяжелых-то среди них нет. Тяжелый, ну, это единичный случай все-таки, нужно учитывать. Еще раз говорю, возраст, потому что заболевают же не просто молодые. Да, люди, которые старше 70-80 лет, с кучей сопутствующих заболеваний. Соответственно, даже сам ковид, он может в легкой форме протекать, там процент поражения небольшой. Но, тем не менее, наклад отпечаток уже отягощает состояние по сопутствующим заболеваниям. То есть, вот эти вот 2% заболевших привитых и 98% заболевших непривитых, ну, по-моему, эти цифры говорят сами за себя. Андрей Николаевич, большое спасибо за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго и до встречи. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и берегите себя. «Заречный» и берегите себя. До встречи на дело. ться в людин. «До в» и берегите себя. Игрота для тебя. «Заречный» и берегите себя. Продолжение следует...